Международный день школьных библиотек отмечается 26 октября. Без их тихой и, на первый взгляд, незаметной работы невозможно бесперебойное функционирование всего учебного учреждения. О том, чем живут сегодня школьные библиотеки, расскажем на примере самой крупной Леневской школы – четвертой. Шум школьной перемены сюда практически не проникает. За обычной кабинетной дверью таится совсем другой мир – мир тишины, умиротворения и некоторой таинственности. Школьная библиотека. Здесь живут книги, каждая из которых молчаливо таит в себе огромное количество знаний и полезной информации. Их хранительница Елена Дмитриевна Першина знает каждую. На посту школьного библиотекаря она уже 12 лет. Я вообще по образованию педагог, но я педагог, учитель математики. Ну вот как-то совсем уроки, наверное, это не мое, а в библиотеке все-таки есть общение с ребятишками. И мне нравится, что здесь, ну так относительно, можно сказать, поспокойнее. Поэтому я вот здесь, мне нравится работать в школе, в библиотеке, именно в нашей школе, в нашей библиотеке. Постоянство – отличительная черта библиотекарей. Однажды окунувшись в книжный мир, они остаются в нем навсегда, становясь посредниками между своими подопечными книгами и людьми, читателями. Работа школьного библиотекаря, конечно, имеет свою специфику, ведь учитывает она не только читательский вкус, но и требования образовательной программы. Полностью есть фонд, у нас больше 25 тысяч книг, здесь же у нас учебники. Конечно, большая часть у нас – это учебный фонд, который у нас ежегодно пополняется. Мы обязательно должны менять и погоду издания, если устаревший год, мы их обязательно меняем, даже если учебники в хорошем состоянии. Учебно-методические есть у нас комплекты, пособия учебные, словари, энциклопедии. Даже в классы выдаем, чтобы ребятишкам было удобнее. В нашей сегодняшней непростой ситуации словарями ребята могут пользоваться и в классах. Художественная литература у нас тоже есть. К сожалению, она мало пополняется. А пользуется толстом вообще? Пользуется старшие классы, не буду скрывать. Старшие классы читают у нас только программные произведения. А вот первые и четвертые классы у нас ходят частенько и много. Я их даже не успеваю записывать, что они берут. Ну, они здесь пришли в читальном зале, почитали и все, побежали на уроки. Ну, тоже берут, конечно, и на дом. Но на дом как-то... У меня один ребенок пришел и говорит, у вас такие книги старые. Я говорю, ну вот есть журналы новые, журналы мы выписываем, Мурзилка. А почему? Такие вот познавательные даже. Геоленок есть и про Россию есть географический журнал. Вот их они уже охотнее читают, но их мы на дом не выдаем. Взять книгу для души ребята стараются в поселковой детской библиотеке. Она в шаговой доступности. В школьной библиотеке в основном берут литературные произведения, которые необходимо прочесть в рамках образовательной программы. Ну и, конечно, учебники. К радости прошло то время, когда их катастрофически не хватало, и программы менялись так часто, что их не успевали закупать. Сейчас с учебной литературой у нас проблем вообще нет. Раньше было сложно, но пользовались и старыми, ну, устаревшими учебниками какими-то. Уже тогда интернет появился, учителя активно распечатывали, использовали интерактивные доски для обновления материалов. Я думаю, так. Я уроки не преподавала, поэтому я не знаю, как они выходили. Но у нас даже был создан обменный фонд. Мы активно сотрудничаем с библиотеками других школ. Если что-то не хватает, у нас сейчас уже, на данный момент, у нас есть чат в WhatsApp, и мы там, у кого что есть, собираем, потом отдаем, возвращаем все назад. Покупаем каждый год учебники, каждый год, потому что каждый год что-то устаревает, что-то меняется. Например, вот у нас иностранный язык английский, он был в одной части, сейчас он в двух частях, и у нас как раз подошел срок по году издания, мы заменили он сейчас у нас в двух частях, новенькие учебники. Правда, формат у них не очень удачный, большой. А так, зато две части теперь не так тяжело ребятишкам носить. Самый сложный, трудоемкий период в работе школьных библиотек – конец учебного года и начало следующего, когда происходит массовая замена учебников. Не прекращается она и в течение года, но это уже единичные случаи. Основная часть работы перемещается на абонемент. Без читательского внимания библиотека не остается. Бывает по-разному. Бывает, может прийти 70 человек, а может 20 прийти. Иногда даже учителя приводят, кто домашнее задание не сделал, класс. Вот они пришли, работают со справочниками, энциклопедиями, готовят домашнее задание, доклады. У нас два компьютера с выходом в интернет для ребятишек. Также в 2018 году мы выиграли грант, участвовали в конкурсе библиотекарей. И выбрали грант. И нам в качестве приза был компьютер, вот МФУ, четыре планшета и точка Wi-Fi. Современная библиотека. Вот о чем сегодня мечтают библиотекари. Хочется заменить и устаревшие стеллажи, и пополнить их содержимое новыми изданиями художественной литературы. Чтобы дети приходили сюда не из-за необходимости, а по желанию, зная, что найдутся здесь книги на любой вкус.